Вы всем приветики, и да, это опять ваши любимые реакции на Тяночки. Возможно, кто-то заметил, а кто-то нет, но я опять поменяла скин на старый. И причиной этому стало то, что мой новый скин Роблок сделают тупо квадратным, и мне не нравится так снимать, поэтому я перешла опять на старый скин. Ну и я не буду с вами долго болтать, поэтому погнали. Всем привет, я Алиса Тян, и я себя рисую. Приветики, и у меня есть к тебе вопрос, что с тобой, ты что плачешь? Давай, рассказывай, что же у тебя там уже случилось, парень бросил или хуже? И у меня с рождения красный глаз. Ой, подожди, я что-то не ожидала, что ты так быстро начнёшь рассказывать про себя, а думала, ты расскажешь, что с тобой случилось, почему ты плачешь, а ты нет, ты сразу. У меня фиолетовые глаза, у меня розовые волосы, ну ладно, слушаем. И фиолетовые волосы, а прядки у меня светло-фиолетовые. Значит, послушала я её и думаю, какой же бред красить волосы фиолетовые, а потом вспоминаю, что я тоже когда-то красила волосы фиолетовые. Ну шо я могу сказать, это капец полнейший. И ещё я не поняла, когда в моей жизни пришёл такой момент, что я начала себя сравнивать с тяночками. Ну это как вообще? Ну я пересмотрела, наверное, просто тяночек, вот такой вот эффект, короче. Мой совет для вас, не смотрите никогда тяночек. В моих видео можно, а вот просто тяночек нельзя. У меня очень красивые стрелки. Вот, завидуйте молча. У меня есть парень. Но этого момента, когда она начнёт говорить про своего парня, наверное, ждали все, кто смотрит это видео, ну не так ли? Пишите в комментариях, ждали ли вы момента, когда она начнёт говорить про своего парня или нет. Паша, но я могу иногда-то быть леспьянкой. Знаете, как там люди говорят, с возрастом пройдёт, я тоже надеюсь, что у неё это с возрастом пройдёт. Ну это же тяночки, конечно, от них можно ожидать всё, что угодно. Я из Америки, но я переехала в Дубай. О, так вообще шикарно, давай мы с тобой договоримся, ты мне привозишь дубайский шоколад из Дубая, а я тебе, я тебе спасибо. Всё, договорились, я жду свой дубайский шоколад. Если будете хейт писать, что я плохо рисую, тогда я эти комментарии удалю. Вот это ты, конечно, обиженка, я в шоке, вот мне чисто на хейт всё равно, я его даже не замечаю. Поэтому и советую тебя тоже не замечать, таких людей, которые пишут тебе хейт, ну это тупо, да. В следующем видео я буду рисовать себя с парнем. В следующем видео я буду рисовать себя, не, ну ты генийша, конечно, так я думала до того момента, пока не услышала, буду рисовать себя с парнем. Но это ладно, у неё всё-таки крыша не поехала, так что, ну, ну всё хорошо пока что. Мне мама разрешает краситься в школу. Нет, ну ты крутая, конечно, а ещё я задалась вопросом, зачем детям с первого, даже по пятый класс краситься. Да, я возомнила себя взрослой, потому что я в восьмом классе, ну что вы мне сделаете, а? Да, в школу. Я очень взрослая. Мне девять лет. Я очень люблю рисовать. Ну вот скажите мне, дети в девять лет серьёзно таким занимаются? Просто в моём понимании дети в девять лет это уже, ну, довольно взрослые дети, как бы, с ними уже можно нормально поговорить. Но если они серьёзно занимаются вот таким вот, моё мнение о таких детях серьёзно поменяется, ну честно. Это мой первый рисунок. Семь чмочки пока, я сейчас буду своего парня рисовать. Ну то, что это твой первый рисунок, мы даже не удивились, мы это даже поняли, наверное, с первых секунд, как ты начала это рисовать. Ну а то, что она сказала в конце, я даже не знаю, как это прокомментировать. Это просто капец, дети в девять лет, что вы творите, ну просто, ну. Это уже какой, пятый, шёстый класс, ну что вы творите, дети, дети. Ну всё, ребятки, я пошла к своему психологу, рассказывая, что я опять делала реакцию на Тяночек. Ну и я уже буду с вами прощаться, всем пока.